Добрый день! Мы продолжаем наши занятия по книге Нехемии, и мы начинаем сегодня девятую главу, которая сейчас главы все практически не содержат какого-то сюжета, а состоят из описания однородного события. Сейчас мы увидим, как описывается великое собрание, которое произошло 24-го Тишрея, сразу же на исходе, после Исрухаг, праздника Суккота и праздника Шминя-Церет. Праздновали ли они в то время Симхат-Тора каждый год или как раз в три года, как это принято в Иерусалимских общинах, а не как в Вавилоне, непонятно. Но важно то, что это было 24-го Тишрея, сразу же на исходе праздника, и Маараль объясняет суть этих праздников, суть тройственного праздника, когда отчет начинается с Песаха, потом Регель-Шавот, и третий Регель, третий праздник — это Суккот. Маараль сравнивает вот эту систему, эту Маарехет, с тем, как люди назначают... Человек, например, берет какого-то посланника и хочет, чтобы тот сделал для него какое-то действие, выполнил какую-то роль, какую-то миссию. И обычно это состоит, миссия его, или все это действие состоит из трех частей. Вначале, когда человек решает кого-то назначить, он призывает его к себе, и это наши мудрецы сравнивают с праздником Песаха, когда евреи, собственно, были призваны быть народом, избраны быть народом Всевышнего, и после этого он выводит их, Всевышний выводит евреев из Египта. После этого следующее — это получение задания, и человек отдает, говорит, есть, и приступает к выполнению своей миссии. Это и есть праздник Шавот, когда евреи приняли на себя обязанность соблюдать Тору, нести флаг Всевышнего, нести флаг идеи веры в единого Всевышнего по всему миру, что мы успешно это делаем, и народ Израиля делает это по сегодняшний день. И, в конце концов, третья встреча между, или третье отделение, третья часть каждой миссии — это когда тот посланник возвращается с выполненной миссией и с радостью докладывает своему начальнику или тому человеку, который нанимал его, который посылал его, о том, что успешно выполнена роль, миссия, которая была на него возложена. И это, разумеется, праздник Суккот, самое радостное время, Зман Симхотейну, время нашей радости, не просто так именно о нем говорится, потому что о нем говорится, что это время радости, потому что еще и кроме вот этой вот тройственной системы разделения на праздники и на вехи определенные, на разные этапы, есть еще у нас и Роша Шана, и Йом-Кипур, которые проходят, пролетают над нами, и, разумеется, мы еще и надеемся на то, что удостоились чести выстоять, вынести с честью выстоять на суде, а потом нам еще и простили многие вещи, или почти все, все, что можно простить, те преступления, которые прощает Йом-Кипур, и все вместе это вот и выполнение нашей миссии, и завершение, и связано с праздником Суккотом, и поэтому, когда после такого возвышенного момента, после такого важного момента, когда евреи все еще и были на Регель в Иерусалиме, из всех уголков Святой Земли и окрестностей ее, кто мог, пришел в Святую Землю, поднялся на праздник, вот теперь Эзра не дает им разойтись, а собирает их, устраивает день поста, и как раз вот это событие и является тем событием, о котором мы десятки раз говорили на протяжении наших уроков по книге Эзры, по книге Нехемии, а именно событие, когда великое собрание, когда наши мудрецы отменили, смогли отменить Ецар-Ара, дурное начало, которое подталкивало евреев, и подталкивало все человечество с начала его создания, с начала мироздания к службе идолам. Но давайте по порядку. «И собрались сыны Израилевы в двадцать четвертый день этого месяца, постились они и одеты были во вретище, и прах был на них. И отделились потомки Израилевы от всех сынов чужих, и встали они, и исповедались в грехах своих, и в преступлениях отцов своих, и встали они с мест своих, и читали книгу Торы Господа Бога. Их четверть дня, а четверть дня исповедовались». То есть вот это вот собрание, оно продолжалось с самого утра и до обеда. Здесь опять упоминается о том, что вновь была необходимость для того, в отделении от нееврейских жен. В основном такая проблема была, когда говорится о чужих сынов, о чужих народах, и также об этом много говорили. Это не то событие, о котором мы читали в книге Эзры, который мы разбирали, когда Эзра построил весь народ перед собой на площади, и плакал, и горевал, и рвал на себе одежды, и потом увещевал людей, и потом обязал всех собраться, прийти в определенное время для того, чтобы устроить разбор, как выражаясь, переводя на современный язык, чтобы все перенесли свои метрики, и начнется проверка документов, проверка удостоверений по ГИЮРу, прошли ли эти жены достойный ГИЮР, правильный или же нет, или это были какие-то фальшивые грамоты. В общем, все это делалось уже один раз, и, как мы видим, через какое-то время вновь есть в этом необходимость, потому что это событие новое, оно не параллельное. Разумеется, есть разные мнения, мы будем идти по тому мнению, которое говорит, что это новое событие, которое в соответствии с течением книги Нехемии и в соответствии с хронологией, вот так оно и произошло. То есть это более позднее событие, чем то, которое уже было раз описано нами, объяснено нами, описано в книге Эзры. И вновь мы видим, что тофаа, вот это явление, когда евреи женятся на неевреях, оно продолжается, и вновь была необходимость в том, чтобы изгнать из еврейской среды или заставить, ну, заставить, наверное, уже пройти Гиюру, сейчас это будет поздно, потому что, если человек в запрете жил преднамеренно, злоумеренно со своей сожительницей, не еврейкой, то Аллаха уже не разрешит ему вновь вернуть ее после Гиюра. «И встали они с мест своих и читали книгу Господа». Третий стих мы уже прочли. Четвертый. «И встали на ступени левитов, Ешуи, Ивани, Кадмиэля, Шиванья, Буни, Шерейвия, Бани, Хенани, и взывали Господу их во весь голос». Обратите внимание, в первом стихе, в четвертом стихе, первое слово, первый персонаж, который здесь фигурирует, на ступени левитов Ешуа. Ешуа, вообще-то, он читается Ешуа, нахон, это неверно будет сказать, что это не тот Ешуа, Ешуа бин-нун, а это Ешуа койн. Но здесь его имя фигурирует без, то есть иногда имя Ешуа, первосвященника, фигурирует как Ешуа, то есть буквой Гэй внутри, или же, как сейчас, Ешуа, ют-шен, ют-шин, ешуа, айн, то есть без буквы Гэй. Ешуа. Ют-шин, вав и айн. Буква Гэй, как известно, указывает на имя Всевышнего, если ее пишут в Сидуре, с апострофом, как бы сокращение, все знают, что это имеется в виду, имя Всевышнего, четырехбуквенное имя Всевышнего, так обычно. И добавление подобной буквы, или же буквы Ют, иногда в Сидурах указывается двумя буквами Ют, имя Всевышнего, такое сокращение. И вот такое добавление, например, в имя человека, если раньше не было, теперь появляется, это означает о том, что человек сделал какой-то великий подвиг, великое духовное исправление, и Всевышний теперь жертвует ему, или жалует ему, как бы свое имя, присутствие своего имени в его имени, и в его сущности. Теперь же здесь наоборот у нас, имя это исчезает, эта буква исчезает из имени Юшуа. И почему? Так вот, мы уже сегодня упомянули о том, что вот это вот великое собрание, которое сейчас мы, которое описано в 9 главе, и которое мы начали разбирать, оно знаменовалось тем, что был отменен ЕЦРРА, и это было впервые в истории, и это было микро, такое великое исправление, то есть пример, указывающий на будущее, как в конце дней будет исправлен весь мир, когда вдруг дурное начало отойдет от людей, оно будет просто уничтожено, и как пишет пророк Ешаяу в 11 главе, кажется, вот такие известные стихи о том, как волк будет ходить с ягненками, не будет его есть, так это не потому, что вот это само, это явление, оно будет чудом, а потому, что в мире будет уничтожена вот та сила, которая будет подталкивать людей к идолопоклонству, и в том числе и к войнам, к ненависти, одного к другому, религиозные войны, там Абарбанель описывает, что все религиозные войны, основная масса войн делится на два лагеря, то есть, которые происходят по двум причинам, это или же экономические, географические какие-то захваты, захваты территории, опять же, для того, чтобы улучшить экономическое состояние своей страны, или увеличить рынки сбыта, свою гегемонию, свое влияние, или же на религиозной основе. И вот этого всего уже не будет после прихода Машеха и после уничтожения корня зла и всех этих разных видов и подвидов дурных начал, и тогда просто волк не будет кушать, не будет желать съесть овцу, потому что у него изменится его природа. «Егошуа бин-нун» то есть вот этот вот намек, несмотря на то, что он проделан через имя Ешуа, Ешуа современник Анехемии, современника Эзры, это же был племянник, первосвященник, первый был племянником Эзры, потому что Эзра сам не был первосвященником, несмотря на то, что Рамбом считает, что да, из Рамбома видно, он не говорит воочию, также мы на одном из уроков разбирали, приводили этого Рамбома, но в любом случае не Эзра был первым первосвященником во время второго храма, потому что он надолго задержался в Вавилоне, оставаясь там возле своего раввина, возле своего учителя, Барух бен-Нирья. Но вот через этого Ешуа или Ешуа нас связывают с Ешуа бен-Нун, и что вот этот вот намек в отсутствии буквы Г в слове Ешуа, в имени Ешуа, оно является укором в сторону Ешуа бен-Нуна. Почему? Как это связано? Потому что Ешуа бен-Нун не отменил дурное начало, когда дурное Ецарара связан с ответственной за подталкивание человечества, подталкивание в частности евреев к служению идолам, и он мог это сделать. Спрашивают тогда наши мудрецы, хорошо, он не сделал, а мог сделать за это вот такое небольшое наказание, может быть, мы не понимаем, нам покажется, но ладно, в одном месте, даже не через напрямую его имя, а через имя другое имя другого Ешуа, его имя немножечко является обрезанным, но может быть, там, на небесах это имеет большое значение. Но спрашивают наши мудрецы, а почему Моше, например, не наказан, почему Моше не молился, и ответы могут быть разные. Можно сказать, что пока Моше был жив, он сам нейтрализовал всякие поползновения в сторону идолопоклонства. Он своим примером, он своим влиянием, даже боязнью перед ним народа мог останавливать различные поползновения, различные нехорошие желания, нехорошие темы, которые развивались в среде евреев. Как правило, после подачи эры в Рав, которого вывел сам Моше из Египта, позволил вывести их из Египта вместе с собой. Но более глубокое или более прямое и точное сварам, то есть мысль или объяснение, которое можно здесь привести, оно звучит так. Не было еще сход заслуг Святой Земли. Моше Рабын еще не вошел в Святую Землю, и он не мог рассчитывать даже при своем всем своем величии. Мы не умоляем его достоинств и заслуг для народа и перед народом Израиля, но даже Моше Рабыну великий, который удостоился, недавно видел Пнеюшуа, известный комментатор авилонского Талмуда из эпохи Ахроним, он говорит, утверждает, что Моше Рабыну постиг постиг пятидесятые врата мудрости. Давайте разберем этот интересный момент. Я расскажу, потому что для меня это было небольшое открытие, откровение. Есть в недельной главе Бе-Ха-Алотха в книге Бамидбар странный отрывок. Он сам по себе не странен, но странно то, как он выделен. Он выделен двумя перевернутыми буквами нун. То есть это не книга какая-то отпечатанная в типографии и типографская добавка каких-то современных или людей, специалистов по грамматике, которые добавили в святом языке, специалистов грамматике святого языка, которые добавили какие-то значки. Это так написано в самой Торе. Это выглядит как будто бы это скобки, но скобки они обычно одна сторона в одну, одна скобка закрывает, открывает, другая закрывает и таким образом выделяет. Там же буква нун находится, если обычно буква нун пишется, как бы вам показать, ну, скажем, вот так, то она повернута, то в Торе они вдруг написаны в обратную сторону. Обе буквы нун, они выделяют два стиха. Эти стиха «Ваи бенцоааарон». И было, когда снимался ковчег завета со своего места и говорил, было приказано, провозглашали Ваянусу мисанехом и панехом и пусть удалятся перед твоей святостью, перед святостью и страхом, трепетом перед этим ковчегом завета с глаз долой все враги. Теперь, спрашивают мудрецы, разумеется, это не остается без внимания, и в Вавилонском Талмуде мудрецы задаются вопросом, что делают эти две буквы нун, то есть, это, как будто бы какие-то значки вставленные, которые не имеют отношения ни к какому слову, нет аббревиатуры, нет сокращений каких-то в Торе, есть намеки на это, Агмара в Вавилонском Талмуде в Таркаде Шаббат спрашивают, нутрикон, то есть, аббревиатура Минаин, откуда, говорят, да, в книге пророка Шмуэля там написано тоже, когда-то много лет, уже много лет назад изучали это в книге пророка Шмуэля, где говорится, что вот, когда проклинали Давида, Шиме Бен Гера кричал на него, он говорил, ты, Давид говорит, рассказывает своему сыну царю Соломону, что это уже не в книге Шмуэля, а в книге Мелахима, а тогда мы изучали вместе, может быть, нам дадут добро на продолжение, это сделаем, может быть, после окончания книги Нехемии. Так вот, там, значит, слово Немрецит является в себе, несет в себе массу слов, каждая буква является заглавной буквой какого-то проклятия, которым обзывал Шиме Бен Гера Давида, и вот таким образом находят, что, да, вроде бы как есть аббревиатура, но это, опять же, намек, а в принципе, слово само Немрецит, то есть, он решительным проклятием меня проклял, оно читается как обычное слово, опять же, это намек. Нету каких-то других аббревиатур, типа СССР, или ЮСА, или же, и каких-то отдельных букв, как первый пункт, второй пункт, или А, Б, и вот вдруг эти две буквы, да, еще и буква Нун написана Афуха. Это интересно, что для Сойферов, для тех, кто пишет Сифрей Тора, для них есть проблема, они должны научиться писать букву Нун, перевернутую, в обратную сторону, без того, чтобы у них была практическая практика, потому что всего два раза в Торе они должны могут написать эту букву, должны написать эту букву, два раза в Торе. Так вот, разумеется, это не остается без внимания наших мудрецов. Мудрецы Талмуда объясняют таким образом махлокет, как обычно, спору. Мудрецы говорят так, что этот отрывок, он занимается одной темой, а именно о том, как снимается, поднимается по приказу Всевышнего весь стан Израилев и во главе его идет Ковчег Завета. Основная тема и вообще весь контекст, все поле вокруг, которое окружают, все стихи, которые окружают эти отрывки целые, которые окружают эти два стиха, они занимаются другими вещами, другими законами. И поскольку вот этот отрывок, он якобы не на своем месте, занимается отдельно, вырванный из контекста, как говорят, так вот, его и выделили. А вот Раби великий, он считает, что это не просто так, а отрывок этот, он очень важен, и поэтому он в принципе является отдельным хумашем. Хумаш происходит слово хамеш от слова пять. Тут нельзя его назвать хумаш, потому что у нас, получается, есть дополнительная книга. Более того, уже не одна таким образом тогда, а целых три, ну, получается две, потому что, давайте посчитаем так, есть книга Берешит, цельная, есть книга Шмот, есть книга Ваикра, дворим, последняя, а вот четвертая книга Берешит делится на три части, которые являются отдельными, независимыми книгами, то есть, как хумаш, сегодня мы говорим, есть Берешит делится на пять частей, на самом деле, нужно делить его на семь частей, по мнению Раби. от начала книги и вот до этой первой нун, перевернутой буквы нун, отрывок из двух стихов несет в себе всего лишь, всего лишь два стиха несут, такую важность заключают в себе, что они являются отдельной книгой, книгой из двух стихов, здорово, да, и потом, после этой, вот опять разделения внутри книги, главы Бхалотха, от последней нун, перевернутой, и до конца книги Бамидбар получается всего семь, не пяти книжей, а семи книжей, и тогда, по мнению Раби, если этот отрывок важен настолько, что, почему нун перевернутая, так вот, объясняют наши мудрецы, что нун перевернутая указывает нам на то, что есть пятьдесят, намекает нам на то, что есть пятьдесят врат мудрости, шары бина, так называемые, и только, мемтет, только сорок девять, дано постичь рожденному матерью, смертному человеку, ему даже, Моши Рабейну Великий, который вроде бы по навке Пнея Хама, лицо его было подобно солнцу, то есть он как бы сам являлся источником, который излучал святость и знание, и мудрость, а вот Йошоа, его лицо, как Пнея Левана, как луна, то есть луна сама не излучает, не является, не генерирует какую-то энергию или свет, а является лишь серкалом, которое отражает ту мудрость, которую он принимал от Моше, такая уже чудовищная разница на протяжении буквально одного поколения, на разнице между поколениями первыми, но вот Моше все равно при всем своем величии и уподоблении солнцу он не достигнет, ему не были открыты, не было, недоступны были Нун Шарей Бина, 50-я ступень или степень мудрости, она ему была недоступна, и называется она Пар А Дума, врата красной коровы, которая, как известно, мы не понимаем до конца смысл этой заповедей, как это очищает, как это затумляет, делает нечистым, извините, за такой сленг русско-евридский, и тем не менее, Пнеюшо доказывает из стихов, я уже достаточно далеко отошел от нашей основной темы, надо сделать такой экскурс, он говорит, что все-таки Моши Рабейну постиг, он единственный, кому досталось понимание, знание вот этих 50-х врат мудрости, Шарей Бина, которые зовутся врата красной коровы, и почему ну нафуха, что якобы вот это афух перевернутая, что они отворачиваются от обычного человека, ну вот, а почему нужно было, для чего нужно было вот эти стихи, какая важность в них кроется, мы этого тоже не понимаем, может быть, это и есть 50-е врата мудрости, но нужно было их выделить для того, чтобы намекнуть людям, что даже в двух стихах Торы содержится такое количество мудрости, которого хватит на 50 врат мудрости, на Хамишим, Шарей, Бина, и Моши Рабейну, тем не менее, при всем своем величии, и даже, пойдем по мнению Пны Йошуа, даже после того, как он постиг то, чего не один больше живший на земле, не постиг и не сможет постичь, наверное, кроме Машиаха, Шиевоб Бимхираби Амейну, тем не менее, он не мог молиться для того, чтобы отменить Ецарара, который уничтожил, который подтолкнул евреев, сделать золотого тельца. Вы скажете, ты сегодня упоминал и забылся, упоминал то, что сказал, сделал ошибочку небольшую, сказав то, что пока Моши Рабейну был в пустыне с ними, так они боялись его и не могли ничего сделать. А как же с золотым телецом, одним из самых страшных грехов в истории еврейского народа, вот только свеженькие вышли из Египта, такие чудеса прошли по, внутри чуда, находясь по дну рассеченного Красного моря, и вдруг, вдруг, на тебе, пожалуйста, золотой телец. как раз это произошло, когда Моши рядом не было, наоборот, это объясняет, что все в то время, пока 40 лет Моши водил еврей по пустыне, были различные нарекания, были различные брожения внутри среды еврейского народа, но и мы знаем наказаний, массу, слав, перепела и прочее другое, но много другого, но идолопоклонства больше не было. Но по другому мнению, с которым мы сейчас и подходим к объяснению того, почему же на Йошуа было взыскание вот такое вот сделанное в виде уничтожения буквы из его имени, буквы Гей. Так вот, Моши не мог это сделать при всем своем величии, не мог сделать это в пустыне, потому что ему не хватало заслуг Святой Земли. Святая Земля это вещь особенная, Святая Земля мы об этом много говорили, об абсолютной святости, которая не зависит ни от чего и всегда она имелась и будет иметься в отличие от Кудушарича, она, Кудушарича, не я, не будем возвращаться, каждый урок практически мы касаемся этой темы, хорошо уже вы должны знать и помнить, что это такое, но Святая Земля, знаете, я просто приведу Рамбана, который находится в недельной главе Экев, а также он упоминается, он говорит об этом в Дрошоте есть отдельная книга, которая содержит в себе сборник выступлений Дрошоте Рамбана, также издательство Равкук, ну, самое распространенное, есть масса изданий разных, но самое удобное, отредактированное, и доступное, и известное, яркое, зеленое обложка во время, вот после Песоха сейчас там до 70% бывают скидки, у них такая ярмарка мощная, Моссад Равкук, и вот в своих Дрошоте Рамбан на Рошошана, он в конце говорит, что, тоже повторяется, то, что он говорит, и объясняет в недельной главе Экев, что заповеди, которые человек, еврей, делает, совершает в Святой Земле, их эрех, их ценность, гораздо, важность гораздо выше, чем даже другой еврей, который так же хорошо, с таким же каванод, с такими же мыслями, и предписанными нашими мудрецами, выполняет их гораздо выше, чем любая другая, такая же заповедь подобная, произведенная, сделанная евреем вне Святой Земли. Это немножечко революционное объяснение, комментарий, не все, наверное, с этим хафет с хаим, его благословение, может быть, хафет с хаим, да, это не очень хороший пример, потому что на то он и хафет с хаим, на то он и Мошер Абейну, это другие люди другого уровня, из другой планеты вообще, с другого измерения, но если брать равных людей, равных евреев, то парамбану, равных в духовном плане, в другом уровне евреев, за границей, это совсем-совсем другая вещь. Я люблю часто приводить Раши, который объясняет в трактате Вавилонского Тулуна, в трактате Брахот, где, кажется, шестая глава, где разбираются разные сны, такой сонник, там много комментариев на разные сны приводится, и вот говорится, одно видение таким образом объясняется, если человек видит себя обнаженным, что он стоит обнаженным во сне, есть разница где, если он стоит в святой земле обнаженным, это нехорошо, а если он за границей себя видит обнаженным, это хорошо, какая разница, Раши объясняет, если он видит себя в святой земле обнаженной, значит, он ногой от заповедей, на нем нет заповедей, он гол как сокол, то есть он все оно, по-видимому, что он делает так много нарушений, что это все аннулирует, сводит на нет или к нулю все его заслуги, а вот если за границей он стоит обнаженный, так это хорошо, почему, на нем нет нарушений, то есть мы видим, что, скажи, а там заповедей нету, по-видимому, Раше было ясно, который жил во Франции всю свою жизнь, но ему было очевидно, что святая земля, ее главная сущность, ее главное проявление, это приобретение заслуг, приобретение заповедей, а там, вне границ святой земли, так называемый Хуц-Ла-Арец, там все-таки главная тема, главная сущность или главный вид борьбы за существование, это именно борьба за существование, то есть это защита от нарушений, наберешь ли ты много заслуг, вопрос, главное, хотя бы не сохранись, как еврей, вот, пожалуйста, Раше доказывает, мне кажется, из Раше можно привести подобное же объяснение, доказательство позиции Рамбана, с которым, конечно же, многие спорят, многие спорят на эту тему, но главное, что Моше, у него ничего не отнимали из его буквы и никакой буквы из его имени, потому что к нему претензий не было, скажем, по второму объяснению, что у него не было такой возможности, пока он не пришел в Святую Землю, это бесполезно, без ее заслуг, без дополнительной святости, которую она обладает, которую мы иногда забываем оценить и обдумывать хотя бы, какое благо у тех, кто живет в Святой Земле, каким благом они обладают, вот, у него шо уже такая возможность была. И он не помолился. Так говорят комментаторы, не помолился, получи наказание. Ну, можно продолжать, я думаю, мы уже тему разобрали хорошо. И вот пятый стих после перечисления левитов, которые здесь были, говорили, Аня, прямая речь идет, встаньте, благословите Господа Бога нашего, искони его веки. Это тоже важный момент из коней вовеки. Здорово перевели. Лучше на иврите сказать меуалам веадолам. Навсегда. С самого начала и до конца. Благословляйте Всевышнего. То есть, недостаточно, это было постановление, что недостаточно в храме говорить на благословение Амен. А там говорилось и благословляли меуалам ваадолам. И дальше. И пусть благословляет имя славы Твоей, что превыше всех благословений и похвал. Ты, Господи, един. Ты сотворил небеса, небеса, небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И Ты даешь им всем жизнь и достоинство небесное преклоняется пред Тобою. Ты, Господи, Божий, что избрал Авраама и вывел его из Ура Каздимского и дал ему имя Авраам. И нашел Ты, что предано сердце его тебе и заключил Ты с ним союз, чтобы отдать землю к на нейцев. Вот Авраам здесь вспоминается и дальше будет в основном только он на протяжении многих стихов. Здесь говорится, что Ты нашел Авраама и нашел верным его сердцем. То есть нашел. Нашел. Обычно мацата это случайная вещь. То есть, как объясняют наши мудрецы, имя гата в мацата то таамин. Если ты утруждался и учил какой-то отрывок из Торы и субью из Вавилонского Талмуда, и у тебя не было ответа, ты мучился от того, что ты не знал. И вот ты нашел, ты искал, листал, открывал комментаторов, смотрел, спрашивал других, более знающих людей и наконец-то мацата нашел, ты знаешь, что все равно это ты мацата. Мацата нашел. Нашел это всегда случайно, это всегда не запланировано. Ты идешь по улице и находишь вдруг кошелек с деньгами или какое-то что-то дорогое для себя и искал клад, нашел его, искал месторождение нефти и нашел его. Это, как правило, вещь, которая не обещана тебе, она происходит практически случайно, несмотря на твои все старания. И получается, что так, обезьяныш мудрецы, что даже когда ты мит-я-геа, даже когда ты карпеешь над изучением Торы, мучительно утруждая себя, все равно вот то открытие, которое тебе дается, это не плод твоих действий, вот твоих рук, а это подарок от Всевышнего. То есть он даровал тебе открытие за то, что ты утруждался, но это не вот является исключительно твоим достижением. Так вот, соответственно, как это можно найти Авраама? Что значит найти Авраама? Ты нашел. Он вроде бы сам нашелся, он первый человек, который уже в 10 лет пришел или в 3 года, как там спор Медрошей, в 10 лет он уже провел к тому времени по-моему в тюрьме, был брошен в 3 года или в 9 лет в тюрьму, не на выходные цены, простите, а Нимрадом. он же сам сам единственный на наблюдениях. Сначала думал, что Луна сильнее, потом Солнце сильнее, если оно заходит, другое выходит, значит, а потом он видел, что это круто, ну и так далее. Все знаете, наверное, эти объяснения, как он наблюдал за миром и в конце концов пришел к выводу, что ни планеты, ни светила, ни стихии, есть какая-то одна сила, которая это все создала и управляет нашим миром. Так вот, он нашелся вроде бы, а не ты его нашел, объясняет так, что как будто бы человек потерял жемчужину, богатый какой-нибудь принц или король потерял жемчужину на пляже, и тогда он приглашает массу людей, масса своих слуг, заставляет выгрести со всего этого пляжа, по крайней мере, вот точно кто-то в том радиусе по тому периметру, где ему кажется, что дальше уже, наверное, он не заходил, и там он точно не мог ее потерять, эту драгоценную жемчужину, и вот они берут эти коворот, сито, и начинают просеивать для того, чтобы найти. Так вот, так вот тяжело было найти Авраама, и так вот он был важен для Всевышнего, что все-таки он нашел его. Это была фактически, должны сказать, случайность как бы для Всевышнего, хотя Авраам, он сам, то есть движение к Всевышнему было снизу, и это известно, что каббалисты всегда объясняют, что всегда должна быть иторута дели тата, то есть пробуждение снизов, и только когда мы здесь снизу создаем, знаете, что назовем это по законам физики разницу потенциалов, когда мы здесь создаем какой-то потенциал для того, чтобы тогда пробуждается и вверх и тарута и тогда начинает спускаться благословение и изобилие на нашу, снисходить изобилие на нас, на наш материальный мир, но всегда во всем, все зависит от того, чтобы от нас здесь внизу. И нашел ты, что предано сердце его тебе, и заключил ты с ним союз, чтобы отдать землю кнанейцев, хитейцев, и морейцев, призейцев, его семьи, гиргошеев, отдать потомкам его, и исполнил ты слова свои, ибо праведен ты, и увидел ты муки отцов своих в Египте, и услышал ты вопль их у ямсуф, и поставил ты знамения, и чудеса поро, ну, пересказ хорошей, известной нашей истории, вот сейчас только Песох отгремел месяц назад, и еще вспоминается вкус мацы, еще может быть не доели остатки в кого есть на третью трапезу, да, вытаскивать, когда хал не осталось вдруг, для того, чтобы сделать лех и мишны, и море рассек ты перед ними, и прошли они среди моря по суше, а преследователь их бросил, ты, как камень в глубины и сильные воды, и с толпом облачным вел ты их днем, и с толпом огненным ночью, чтобы освещать им путь, по которому идти им, ну, простите, я тут комментарии излишни, как говорят, и сошел ты на гору Синай, говорил с ним с небес, и дал ты им законы верные и учения истинные, смотрите, вот тут можно добавить, что законы хуким, сказанное хуким, законы, это не просто мишпатим, известно, что есть мишпатим, есть хуким, есть торот, так вот, хуким, это вещи непонятные, вещи, которые, у нас нет объяснения, шатнез, или что еще, та же красная корова, корова, которую сегодня упоминали, так вот, хуким, то вы им, и уставы, хорошее ты им дал, что именно вы не понимаете, если придет кто-нибудь и скажет со стороны, что вы, евреи, я над вами смеюсь, да у вас есть вещи, которых вообще нельзя, многие вещи, они логичны, я согласен с этим, но есть вещи, которые нелогичны, как та же красная корова или шатнез, но говорит здесь, говорится в этих стихах, что именно это является тем, что поднимает нас, а как это может приподнимать, короткое объяснение я приведу, человек, который чего-то недопонимает, он никогда не может возгордиться, он никогда не может назвать себя божеством, как это сделал Парло по своей глупости, он не может вознестись над всеми, потому что и он понимает, что есть еще области, которых он не достиг, которых ему недостижимы для его понятия, для его разума, и вот эти хуким, эти законы, они как раз и их предназначение по этому объяснению, которое я как-то видел в одном из комментариев, они и несут в себе важную роль в этом непонимании и есть смысл их, чтобы человек знал, что он ущербен, что он не идеален, и что нет, есть неисследованные земли или какие-то области духовные, которые ему недоступны, а это удерживает его от гордыни и от падения духовного, которое приходит в результате этого обычно. И сошел ты на гору Зинаи и говорил с ними, дал ты им законы верные, учения, истины, уставы и заповеди благие, и святую субботу твою поведал ты. Вот поведал, слово поведал, опять тоже. Почему приводится именно слово? Годата на иврите, ты им сообщил, а Марта о субботе сказал, ну нахуй, можно было так сказать, ты им субботу дал, даровал, почему Годата сообщил ты им о субботе? Потому что суббота это не просто еще один закон простой, это не просто, как многие объясняют, и как первое впечатление или первая мысль у любого человека, который сталкивается с этим, что это социальный закон, то есть человек может от усталости просто умереть или же прийти в какое-то состояние депрессивное, нужно всегда какую-то делать отдушину, какой-то перерыв в работе, иначе, иначе так нельзя, когда человек не видит конца света в конце туннеля, то нет надежды больше на нормальную жизнь, и это все же место жизни, работа, и тогда это приводит к плачевным результатам, так, например, Мошера Бейну, который был назначен вырос в доме фараона и был к 20-ти годам, к 18-ти назначен в соответствии с Медрашем главой Министерства строительства того египетского, и он ходил по стройкам и видел, как его народ страдает, и он пришел и сказал фараону, сказал министрам другим, начальникам, те, кто решает, принимает решение, это не очень хорошо, потому что люди эти сойдут с ума без отдыха, работа, не видя никакого просвета, без выходных, и надо, например, в субботу дать им возможность отдыхать, таким образом он позволил, чтобы именно суббота была тем перерывом, просто всех работать их потеряем быстро, они придут быстро в негодность от отсутствия мотивации и желания жить и работать, то есть даже в доме фараона согласились с этим и дали евреям возможность отдыхать раз в неделю как раз случайно в скобочках в кавычках в субботу но разумеется это неверный подход потому что суббота это не социальный день, не социальный праздник это вещь которую нужно правильно понимать которую нужно как мы говорим в молитве ла сот во время каббала чаббат мы говорим о йома шиши ваихулю и там есть такое слово Всевышний сказал нам сделать субботу сделать субботу это не просто праздновать праздновать можно отдыхать праздновать или отдыхать а именно слово сделать субботу к субботе нужно готовиться к субботу нужно осознавать к субботе нужно подходить ее нужно пытаться понять Или даже, если скажем простыми словами, азы, начало всего, готовиться к субботе. Если есть дети, слава Богу, то им нужно рассказать сипур. Аллахот, шаббат, законы субботы не всегда в семинарах девочкам хорошо рассказывают. И ничего не сравнится с тем, что было рассказано под мороженое в момент, когда лед на сердце растаял. И наконец-то действительно отдыхаешь, и действительно приятно наполнить желудок, когда вкусные блюда, которые мама приготовила, уже съедены. Ничто не сравнится с рассказом или разбором законов субботы по сравнению с учительницами, которые говорят, полусонным девочкам, которые проснулись, только пришли утром на уроки в семинар. А в ешивах так вообще, наверное, отдано на самотек. То есть, обычно занимаются учением Агалонского Талмуда. А все остальное, Амидраши, Аллаху, Мишнубруру, ребята учатся или в свободное время, или в седршлиши. Так было в моей ешиве, по крайней мере, 20 лет назад. И субботу нужно делать. И, соответственно, здесь правильно подчеркивает стих. Вешаббат, одата, ты сообщил евреям. То есть, сообщил со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, сообщил, как нужно подходить к субботе. А не просто дал субботу и сказал, отдыхайте, ничего не делайте. Потому что один человек, который в субботу гоняет футбол, гоняет мяч, и еще больше устает, для него это не праздник, для него это не отдых. Так он отдых от работы, но на самом деле он не восстановился духовно. Он не... и не об этом... да и не об... о восстановлении-то речь идет. Вот мы все время к этому подводим. Это нечто возвышенное, нечто духовное, которое у нас уже не осталось времени разобрать. Это что же это такое, и, может быть, получится у нас сделать также седру уроков о сущности субботы. И давайте на этом стихе остановимся. 19 главу. Нам еще много читать ее. Здесь много стихов. И тогда спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч. Возврат Ашем в следующий урок. Это будет продолжение 19 главы. 9 главы книги Нехемрии. Спасибо за внимание. До свидания.